Всем привет! Сегодня будем делать Лего Супермена, левитирующего на магнитной подушке. На самом деле, эту игрушку я придумал года полтора назад, но все никак руки не доходили снять это видео. Но сейчас я наконец-то это сделал. Ну а перед тем, как мы начнем, я хочу сказать, что у меня есть второй канал, на котором я снимаю обзоры различных гаджетов из Китая. Но все эти гаджеты каким-то образом связаны с походами, с выживанием в диких условиях. В основном это какие-то необычные гаджеты, которые вам могут пригодиться в походе. Не все они на самом деле полезны, но бывают довольно интересные вещи. И в одном из моих видео был обзор вот такой вот коробочки SOS. Это не пустая коробочка, в ней внутри очень много различных гаджетов, которые вам могут пригодиться в походе. Я решил разыграть пять таких коробочек среди моих подписчиков. И для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам на самом деле надо выполнить всего несколько простых условий. Условия розыгрыша я расскажу в конце этого видео, поэтому если вы хотите выиграть такую коробочку, смотрите видео до конца. Итак, что нам сегодня понадобится? Само собой, лего мини-фигурка Супермен. Также нам нужна прозрачная труба. Я ее буду брать из вот этой упаковки от термометра. Дело в том, что я в Китае заказал термометр, который используется для приготовления пищи. То есть, когда вы запекаете мясо, вы протыкаете мясо, и термометр показывает, какая температура внутри. Это нужно для того, чтобы определить, готово мясо или нет. Но мне больше понравилась вот эта труба, в которой он был упакован. Дело в том, что это прозрачная труба, которая имеет две крышечки. Снизу и сверху. И как раз эти крышечки, случайно так получилось, сразу скажу, совпадают с диаметром моих магнитов. Дело в том, что в крышечках есть поролоновые прокладки. Они нужны для того, чтобы просто не повредился термометр, когда транспортируется. Если эту поролоновую прокладку поддеть при помощи скальпеля, либо отвертки, либо ножа, ее можно открыть, снять точнее. И теперь, если под эту прокладку положить магнит, который, как мне повезло, просто-напросто совпадает с диаметром. Вот, идеально совпадает. Сверху приклеиваем эту поролоновую прокладку. И все, мы обратно собрали крышечку. Теперь возьмем все оставшиеся магниты и поместим в трубу. Как вы видите, магнит начинает левитировать. Все дело в том, что у нас магнит снизу, который находится в крышечке, и вот эти магниты направлены друг к другу одним и тем же полюсом. И из-за этого отталкиваются. И получается так, что магниты левитируют в трубе. Когда я это придумал, я решил, что стоит из-за этого сделать какую-нибудь игрушку. И, как вы знаете, я больше всего люблю лего, поэтому решил сделать какую-нибудь игрушку, используя лего. У меня есть лего-мини-фигурка Супермен. И Супермен, он умеет летать. Поэтому почему бы не сделать летающего Супермена в этой трубе. Для того, чтобы сделать летающего Супермена, я решил использовать пластик Полиморфус. Сразу хочу сказать, это не реклама, просто этот пластик действительно классный. Его можно использовать в огромном количестве самоделок, поэтому я часто показываю в своих видео. Я думаю, на самом деле, вот столько нам даже будет достаточно. Теперь необходимо этот пластик залить кипятком, потому что при температуре 60 градусов становится мягким и эластичным. Заливаем пластик кипятком. Нам понадобится один магнит. Теперь вынимаем пластик. Итак, спустя 15 минут пластик уже застыл, поэтому можно снимать мини-фигурку. Как вы видите, мини-фигурка совершенно не повредилась. Ее можно снимать, ставить обратно. А теперь, как я и говорил в начале, у нас будет розыгрыш пяти вот таких вот коробочек SOS. Давайте я расскажу сначала, что это вообще такое. Вообще, полный обзор был на моем втором канале, на который надо будет обязательно подписаться для того, чтобы участвовать в розыгрыше. Но сейчас все равно покажу, что же это такое. В общем, это такая коробочка, которую вы берете с собой в поход на случай различных экстренных ситуаций. Если, например, вы забыли с собой взять нож или еще что-то забыли взять, либо заблудились в лесу, возможно, вот эти гаджеты вам пригодятся. Но, тем не менее, коробочка довольно интересная. Давайте посмотрим, что же здесь есть. Во-первых, здесь есть фисток, он раскручивается, и здесь есть специальное отделение. Вот в это отделение можно складывать, например, купюру, 5000 рублей вернули, засунули в это отделение, и благодаря вот этой резиночке она не должна промокнуть. То есть, если вдруг вы попадете в воду, у вас 5000 рублей все равно будет, когда вы выйдете к цивилизации. И также это и свисток обычный. Дальше у нас есть огниво, так оно выглядит. И я пробовал им пользоваться, действительно оно работает. Дальше у нас есть мультитул. Кстати, мультитул на пружинке, это очень хорошо, это удобнее, чем если бы не было пружинки. Здесь у нас плоскогубцы, фонарик работает. Открывашка. Маленький нож, кстати, нож довольно острый. Отвертка. Также у нас здесь есть маленький компас. Цепная пила. Вот она раскладывается. Что это такое, я рассказывал в том видео, где я делал обзор этого набора. Сейчас просто покажу, что здесь есть. И еще один маленький мультитул. Также я его сейчас подробно показывать не буду. Если вам интересно, можете на моем втором канале посмотреть полный обзор этого набора. Я решил провести розыгрыш пяти вот таких коробочек среди моих подписчиков, среди моих зрителей. И для того, чтобы принять часть я в розыгрыше, вам необходимо подписаться на меня в инстаграме, подписаться на мой второй канал, который называется Алексей Якушечкин. Ссылка на него есть в описании. И сделать репост этой записи из моей группы ВКонтакте. Все, больше ничего не надо делать. То есть три условия. И через неделю я выбираю пятерых победителей случайным образом. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если вам понравилась эта самоделка, ставьте лайки. Также рекомендую принять часть я в конкурсе, потому что коробочка действительно классная, там действительно что-то интересное. Намного интереснее, чем спиннеры, которые я разыгрывал раньше. Хотя спиннеры тоже классные, но вот эта коробка намного круче. Так что рекомендую принять часть я в розыгрыше. И желаю всем удачи. Спасибо, что смотрели видео до самого конца. На этом все. Всем пока!